Дмитрий Дмитрий Дмитриевич Сегодняшняя программа, которую Дмитрий хотел вам показать, это презентация роликов социальной рекламы «День Победы» под общим названием «Помним, гордимся, победим». Я не знаю, может быть кто-то из вас уже эти ролики видел. Вчера в 12 часов они были запущены в интернет. Фактически за сутки общее количество просмотров на разных ресурсах порядка 700 тысяч. Я думаю, что в течение ближайших пары дней мы преодолеем отметку в миллион процентов. На сегодняшний день идут переговоры с каналами, с тем, чтобы эти ролики были запущены в эфир. В первую очередь на телеканалах Юга и Востока Украины, поскольку именно под эту целевую аудиторию ролики и планируются. Вы знаете, что принят пакет законов по деканализации. Там был ряд существенных неточностей и упущений в момент принятия. Как только эти законы были проголосованы, Дмитрий сразу же инициировал в несении ряда изменений, в том числе для того, чтобы вывести из-под запрета награды советского периода, документы, которые выдавались гражданам и оригиналы боевых знамена. Все эти правки внесены. 23 апреля Верховный Радом принял соответствующее решение. Закон еще не вступил силу, но он нужен будет иметь более корректный и правильный вид. Ролики задумывались еще до того, как бы принимали все эти законы, но в результате того, что они приняты, их значение еще более повысилось. Позиция группы ИС была в том, что нельзя допускать несбалансированной и неправильной подачи участия Украины во Второй мировой войне. Мы должны помнить, чтить память наших ветеранов и ни в коем случае нельзя забывать о том, что в рядах Красной Армии воевало порядка 7 миллионов человек, более 2000 солдат и офицеров, более 2000 награждены золотой звездой Героя Советского Союза. То есть это огромный вклад. Украина заплатила колоссальную цену за победу в этой войне и мы должны соответственно к этому относиться. Все перегибы, которые сейчас по разным причинам и с разных сторон пытаются нам навязать, будут, в том числе и нами, в меру силу группа пресекаться. Я хотел бы попросить, чтобы по-другому спешить этот Герои. Да, я слушаю. Привет, бабуля. Спроси, как вы еще тебя поздравите. Три месяца не звонила, вспомнила бабушек. Бабуля, я тебе хотела сказать спасибо за то, что вы сделали. Я такой очень радуюсь. А я тобой. С Днём Победы. Героя Славы. Городим, гордимся, победим. Городим, гордимся. Давайте с первым. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Поэтому давайте начнем с тезиса, а потом будем вопросы традиционные. Хорошо, тогда я смотрю по времени. Итак, моё это выступление будет состоять из четырёх пунктов. Первый пункт – это условия, в которых мы работаем. То есть все прекрасно понимают, ну, скажем так, люди мыслящие хорошо понимают, что вторая ступика находится в кризисе. В общем-то, модель, которая в Украине устраивалась на протяжении 24 лет, она умерла. Ну, фактически, мы видим, мы имеем дело с организирующим трупом социальным, государственным. И попытки с помощью различных инструментов гальмонизации про детей в жизнь, они, конечно, создают иллюзию того, что это умершее тело, оно подаёт признаки жизни, но реально оно мертвое. Необходимо полностью перестроить, переформатировать тот мир внутренний, в котором мы себя худо-бедно, но комфортно чувствовали, по крайней мере, где-то с нулевого до 2008-го года. То есть, первое, исчерпанные внешние рамки, в которых могла существовать вторая Украинская республика. Из-за того, что изменился баланс сил в мире, усилился азиатский блок, произошли очень серьёзные трансформации в рамках Российского Союза. На юге тоже произошли очень большие изменения, например, это уже Турция, укрепление ряда стран Союза и так далее и так далее. В общем, всё это изменило баланс сил, в рамках которого могла существовать вторая Украинская республика. Потому что она вписалась в то мероприятие, которое возникло после развала Советского Союза. И, скажем так, пока Россия была достаточно слаба, чтобы не проявлять интересы в своей периферии, и пока Штаты были заняты самыми внутренними проблемами и перестраивались там сначала с помощью Клинтона, потом с помощью Обамы и в промежутке с помощью мужа, который вёл политическую политику, то, в общем-то, возникал вот этот зазор, в котором мы могли куда бедно существовать. То есть, с точки зрения геополитических факторов, Украина в существенном формате, она уже неадекватна. И её жизнеспособность не способна поддерживаться. И, скажем так, нет мотивации со стороны крупных игроков поддерживать такой субъект в таком мире. Значит, вторая составляющая – это экономическая составляющая, потому что Украина выполняла специфические функции в рамках мировой системы. То есть, мы по ходу решились, после развала Советского Союза, мы лично решились там ряда кластеров в нашей экономике. Ну, словно говоря, если, скажем, этот стол можно разделить на 20 частей, которые мы имели после развала Советского Союза, то за 24 года мы ужались там до 5-7 частей, но всё остальное оказалось ненужно, поскольку не вписалось в мировое разделение. И вот на металлургии, на химической промышленности, на остатках ВПК, на сельском хозяйстве, на остатках машиностроения мы сбалансировали и могли получать какой-то капитал, который дальше там либо реинвестировался, либо оседал в офшорах, и, в общем-то, это давало такую иллюзию стабильности, вот, которая наблюдалась там в нулевые годы. Эти факторы сегодня практически все ищели, потому что Китай произвел очень мощную модернизацию, развил огромное количество то же самое металлургической промышленности. В 2013 году мы посвящали в Шанхае китайский концерн «Паос стил», который один производит около 40 миллионов тонн стали. То есть это совокупно всё то, что производится вся украинская промышленность. То есть он будет производиться. Поэтому мы произвели модернизацию, которой оказался весь мир. Причём не только страны Азии, но и наши ближайшие соседи. Эта же Турция строила свои металлургические кластеры, которые, опять-таки, уменьшили спрос на нашу продукцию и так далее и так далее и так далее. В совокупности, всё это привело к тому, что, имея наркозатратную экономику, не очень модернизированная, точнее говоря, практически не модернизированная промышленность, мы начали выплатать из тельца почерк, из которых мы были эффективны, по крайней мере, в 90-е и в годовые годы. И к этому мы оказались не готовы. Потому что к этому мы оказались не готовы из-за третьего фактора, из-за, скажем, той ловушки, в которой оказался наш правящий класс по большому счёту и всё население. То есть наш правящий класс, он сформировался в условиях позднего Советского Союза, когда доминировали соответствующие мировоззрительные установки. То есть люди гонялись за материальными победами, потому что был период дефицита, был избыток денег, которые некуда было отпустить. И поэтому люди гонялись за материалом. Это стало доминировать. И, собственно говоря, это была одна из составляющих характера. Вторая составляющая сформировалась в 90-е годы, когда вот этот вагуум власти, который возник, он породил стремление к тому, чтобы реализовать свой интерес здесь и в любой цену. И поэтому это закрепилось на уровне подсознания, на уровне управленческих практик, это закрепило соответствующее поведение. Когда реализовывались не те, кто строили какие-то долгосрочные планы, стратегии и так далее, а те, кто брал здесь и сейчас. Потом полученный ресурс он перереспределял таким образом, что он получал новый дополнительный ресурс. То есть в конечном итоге он усилился, усилился, усилился. Тогда те, кто играли в долгую игру, отжимались. Но так можно было играть на внутреннем, скажем так, рынке, когда хаос порождал возможности, возможности порождали новые возможности. И так до бесконечности было бы, если бы Украина была не в замкнутом пространстве. Украина в ходе этой большой перестройки в 90-х нулевых годах оказалась очень сильно завязанной на глобальной рынке, на рынке капитала, опять-таки на рынке рабочей силы, поскольку испыток рабочей силы, который здесь был не нужен из-за вот этого вот усечения экономики, он экспортировался на внешние рынки, прежде всего, в Европу и в Россию. И, как следствие, такие завязки, они начали определять и все в большей степени влиять на Украину. И вот это вот установка правящей элиты, а по большому счету населения. Потому что, если мы посмотрим на то, как живут украинцы, то украинец на самом низшем уровне не слишком отличается от элегантных, отличается только масштаб. Потому что украинец на низшем уровне пытается реализовать то, что он может получить здесь и сейчас, сворвав там какой-то медный повод для того, чтобы его потом продать олигарху, перераспределять через бюджет, получая доступ к бюджету, воровать просто в больших масштабах. Но в практике, в общем-то, одни и те же. Поэтому мы сегодня не имеем дело с кризисом политическим либо экономическим, там каким-то еще, мы имеем дело с кризисом мировоззренческим для нас, который накладывается на кризис глобальный, связанный с тем, что там тоже произошло изменение балансов сил. Рухнула старая модель, которая была сформирована после Второй мировой войны в Путин. Аннексия Крыма фактически пустила торпеду в Япсенско-поздамскую систему, тем самым разрушен окончательно в мировую систему, где были регуляторы в виде ООН, международного валютного фонда и так далее и так далее. И, ну, в общем-то, каждый начал играть таким образом, чтобы решить проблемы за счет другого. И в этих условиях такие слабые субъекты, как Украина, которые полно структурированы, которые имеют плохие государственные институты, которые не могут быстро реагировать на возникающие вызовы, и которые, к тому же, управляются коррупционной и насквозь продажной вительностью, они, естественно, не могут реагировать на эти вызовы. И, как следствие, оказываются жертвой добычи оказались Ирак, Сирия, другие страны, Либия, другие страны, Магриба, Ближнего Востока, Африка и так далее, и так далее. То есть мы участвуем в большом глобальном переделе, где формируются коалиции, я об этом расскажу в своем накладе, и, в общем-то, ставка в этой игре – это жизнь. И новый мировой порядок, в котором те, кто выиграют, закрепят новые правила игры, создадут институты, которые будут позволять им доминировать в рамках этих правил игры, а остальные станут допущим. Поэтому для нас, по большому счету, выбор прост. Мы и осознаем это, и начинаем играть, исходя из этих реалий. И перестаем по поводу, без повода клячить, там, того же Запада. Помощь, что выглядит очень смешно. Когда-то, когда-то, в феврале я был на конференции международной флоте по поводу Украины, там были европейцы и американцы, и большая украинская делегация – 160 человек, по-моему, 400. Вот, фактически, все эти 160 человек, там, за исключением нескольких единиц, повторяли одну и ту же манту, что мы хорошие, давайте нас спасать, дайте нам денег. Ну, это так вот, либо открыто, либо в закрытой форме. Но, как следствие, это наталкивалось на прохладу со стороны европейцев и более, скажем так, приятные для нас комментарии американцев, которые, в общем-то, не содержали для нас того содержания, которое хотели бы мы. То есть, мы очень плохо понимаем мотивацию обычного мира, потому что нами, у нас доминирует вот эта установка про нашу фатрус страю, про нашу культуру, которая там является настолько самодостаточной, что мы можем игнорировать какие-то процессы, которые происходят во время. Мы не можем их игнорировать, потому что эти процессы, они игнорируют нас, и в этой ситуации мы либо заключаем, как, по-моему, Сикорский сказал во время одной встречи с депутатами Сима несколько лет назад, когда ему задали вопрос относительно того, почему у них столько требуют на внешнюю политику больше. И он сказал, что страны делятся на тех, которых едят и которые сами едят. Поэтому я бы предпочел, сказал Сикорский, чтобы мы были в качестве игрока, который едят, чем оказаться в роли добычи, которую вот этим ножом бибилкой едят. Вот, собственно говоря, вот этот выбор, который перед нами. В этих условиях возникает вопрос, что мы можем родить и как мы можем вписаться в эти тенденции, которая сборачивается на наших донорах. Мы можем родить нового субъекта, потому что, собственно говоря, сама жизнь нас к этому подталкивает. Если мы его не рождаем, мы опять будем разделены. Либо мы превратимся в такую большую тенденцию, это тот вариант, на который сейчас нас гонит Путин. И, ну, в общем-то, будем опять-таки донором рабочей силы, ресурсов для остальных игроков. Что мы можем родить? Мы можем родить территорию. То есть в чем суть нового украинского проекта? Какие его параметры должны быть? Однозначно его параметры должны быть, однозначно должны быть экспансиональные проекты. То есть он не должен сосредотачиваться вовнутрь себя. Он должен быть нацелен на внешний мир. На внешние рынки, на внешние ресурсы интеллекта, на внешние ресурсы капитала, на внешние ресурсы рабочей силы и так далее, и так далее. Потому что ни одну серьезную проблему, которая у нас есть перед страной, мы не можем решить, если мы будем огораживаться от всего мира, как это делает Россия. Собственно говоря, Россия это делает только потому, что она тоже не вписывается в формирующийся новый мировой порядок. И потому что она не может предложить некие модернизационные вещи, которые бы позволили ей комфортно в рамках этого порядка чувствовать. Поэтому Путин реализует привычную стратегию, которую всегда проявляют субъекты, которые оказываются в такой сложной ситуации. Он пытается максимально оградить пространство вокруг себя, максимально его забетонировать с помощью тех или иных инструментов, таким образом, чтобы попытаться потом сконцентрироваться на внутренних изменениях и худо-бедно приспособиться к новому человеку. Поскольку у нас нет такой ресурсной базы, и у нас нет таких возможностей, это означает, что наша выжимаемость напрямую зависит от того функционала, который мы можем предложить миру, прежде всего западному блоку, в составе которого мы фактически находимся после всем низкотек событий. То есть это реальность. Нам дают деньги не потому, что хотят, чтобы здесь развивалась демократия, либо потому, что украинцы такие хорошие, добрые, отзывчивые люди. Нам дают деньги, исходя из тех интересов, которые есть у Европы, Запада, Японии и так далее. Поэтому мы должны функционально вписаться в эти интересы для того, чтобы, увеличив свою ресурсную базу, потихонечку доказать субъектность, которая будет давать нам более широкие возможности, чем те, что мы имеем сегодня. Поэтому мы должны быть последовательными в своих действиях. Условно говоря, мы не можем ставить перед собой задачи великой империи, которые могут быть реализованы в рамках большой ресурсной базы. Наша ресурсная база слишком плохая сегодня, и мы слишком зависимы от внешних факторов. Поэтому здесь подталкиваем нас к тому, чтобы мы были выгодны, и наша устойчивость будет тем сильнее, тем больше мы будем выгодны тем игрокам, от которых зависит наша устойчивость. Это, прежде всего, Штаты как глобальный групп, который заинтересован в перестройке Европы таким образом, чтобы сохранить свой контроль над ней. С одной стороны, нивелировать факторы, связанные с общей общей старой Европы с Россией, и походу решать главную задачу, которая есть у Штатов – это Азия. Штатам сегодня необходим кул союзников в Восточной Европе, от разных которых можно будет решать проблему Германии, проблему России, проблему Турции, которая растет, которая хотя лояльна Штатам, но тем не менее в динамике будет увеличивать свои амбиции, следовательно, рано или поздно может выйти, как выбор, будет из-под подъемления. Поэтому Украина может предложить, соответственно, статус союзника, который будет устойчивым, который будет предсказуемым, который будет понятен, так же, как понятно, Польша или Румыния, которые сегодня имеют более высокий статус в внешней политике Штатов, чем сегодня. Второе. Украинцы должны предложить игру, которая будет интересна всем. То есть у нас есть ресурсы, у нас есть рынок, и мы имеем хорошее положение. Почему мы не можем предложить большую милицию в рамках Черноморского региона, который позволил бы абсорбировать избыточный финансовый капитал, который бродит, умер и смотрит, куда он вложился. В мире есть 2 триллиона около 2-3 волос и 1,5 долларов с комплективного капитала, который рыщет по всей планете и ищет сферу приложений. И вот в последней неделе было несколько таких факторов, которые просто показывают, что мы можем реализовать этот интерес. Ну, например, Тунки предлагают нам строить АМ-148, они готовы, они развернули завод у себя, и им необходим средневоинстральный самолет. Только они хотят его устроить с американскими изведителями. АМ-148. Вопрос. Такое же предложение есть и Дараба. Они тоже хотят строить объединенный арабский город, они тоже хотят построить завод. И даже Азербайджан предлагает построить завод по производству АМ-148. Как бы, когда мы втягиваемся в такие проекты, то мы автоматически завязываемся на большой капитал, на большие интересы и на большие ресурсы, которых у нас сегодня не хватает. Те, кто, допустим, следили за моим блогом и читают хуйню, на который я и другие авторы из нашей группы, вы, наверное, получили внимание на проект по поводу новой украинской столицы, как большого инфраструктурного проекта на юге Украины, который, будучи завязан на связку с Турцией, с Европейским Союзом, со странами Кавказа, ставит амбициозную задачу перестройки всего Северного Прочерноборья украинского, изменение инфраструктуры, создание IT-кластеров, завязки на крупные европейские, азиатские, американские корпорации. Например, я привожу пример с той же Tesla или с той же Японии, которая вчера там подвела слово, что она выделяет 1,8 миллиардов. Так вот, кто, допустим, нам мешает в рамках такой длинной кооперации предложить под эту инфраструктуру внедрение автомобилей типа Tesla либо автомобилей на водородном битиле, в качестве стартовой площадки, разработки этих технологий, следующее технологическому укладу, и в привязке к кооперации в других сферах, например, в сфере АКК, которая проявляет интерес то же самое Япония, поскольку у нее проблемы с хорошей дедой, большая заболеваемость раков из-за этого и т.д. и т.п. То есть, как только мы начинаем смотреть на ситуацию, не исходя из нашего вот этого болота, в котором мы болтыхаемся, и мы думаем, как сохранить металлургию, либо как сохранить, что делать с шахтерами, которые вот там сегодня стучат касками, потому что вмещается потребление угля там, либо или чего-то в стоимости для ДТП. У нас нет никакого другого варианта, кроме как видоизмениться и эти кластеры, которые не вписываются в эти процессы, тем или иным образом их приводить из игры и создавать новые. То есть, мы не должны зацикливаться на том, чтобы оставлять, любую цену оставлять старые кластеры. И если вы почитаете статью Игоря Ташкевича, находили было вчера, о том, как модернизируется Беларусь, то мы видим, что Батька, при всем его авторитаризме и прочих пережитках постсовка, он как раз подходит к решению тех задач, которые стоят перед Беларусью вот в этой логике. Они не заморачиваются тем, чтобы любой ценой сохранять те кластеры, которые у них есть, поскольку понимают, что на 20-летней перспективе у них нет перспективы. Необходимо создавать новые кластеры, поэтому они создают там технологический парк с Китаем стоимостью 30 ярдов, постоянно ищут как бы диверсифицироваться и т.д. и т.п. У нас, по большому счету, должен быть такой подход. И, допустим, тот же Харьков в этом плане тоже имеет хорошую перспективу, потому что в Харькове есть то, что востребовано будет в мире в ближайшие 10-20 лет. Это война. Это оборонный комплекс, это предприятия ВПХ, которые нужны, как и украины, которые могут быть востребованы на ближайших рынках, поскольку мир будет в ближайшие 20 лет, особенно в ближайшие 10 лет, мир будет долго, горно и очень ожесточенно воевать. Региональных конфликтах, как минимум. И это хорошее, как это не синично звучит, но мы должны быть синично для того, чтобы мы уже жили. Это хорошая возможность для того, чтобы зайти на эти аренды. Для этого необходимо привлекать, для этого необходимо привлекать, опять-таки, западные концерты, втягивать их сюда, предлагать им интересные проекты. Про ведущий простой пример по тому же Антонову, который мне рассказали недавно на презентации Анна-178, Польша предлагает, просчитала, значит, пластер почтовых самолетов на глобальном уровне. Запрос составляет около 400 единиц. Огромный запрос. И поляки говорят нам, давайте производить Ан-38, который у вас есть и который является развитием Анна-28, который мы производили под Водзию в свое время. И завод законсервировал, мы можем его сконсервировать, расконсервировать и сподернизировать. Но такие предложения пока что наталкиваются на саботаж и на нежелание ничего делать. Поскольку там там уже Киеви не дают возможности выехать за границу для того, чтобы начать процессы, поскольку там идут какие-то земельные споры и т.д. То есть деньги идут к нам не потому, что их нет, а деньги идут к нам потому, что мы продолжаем мыслить вот старыми схемами, когда что взять, где поделить, схватить здесь и сейчас, тогда как на долгую перспективу мы можем предложить пул в триллион, в два триллиона долларов, которые мы можем совместно заработать и которые всем интересны. Когда мы общались с одним из инвестбанкеров месяц назад в Нью-Йорке, спрашивали по поводу Украины, как он смотрит на перспективы, по дочери, где сейчас, он сказал, что сейчас нам выгоднее в Африке где-то работать, либо в Колумбию, где гражданская война фактически закончилась, и они там за 15 лет наберли порядок, чем входить сюда. Но нас заставляют сюда идти, это речь идет о Соросе, который четко им сказал, что вкладывайте деньги в как минимум 1 биллиард долларов, может быть в Украине, ищите проекты. Вот они ищут сейчас проекты там, которые бы были им неинтересны. Вот, в этих условиях, по времени где-то опять в УТС, в этих условиях, естественно, возникает вопрос, каким образом мы можем выйти в позицию, когда запускается новая модель. Новая модель может быть запущена только новыми людьми, то есть теми людьми, которые сформировались в году украинских независимостей. Собственно говоря, это была единственная миссия и создать основания для следующих успехов, для следующих возможных успехов. Вот во время этого диспута с Чалами, с Корсевом, у нас там проскочила, у Корсева проскочила мысль относительно больше. Почему нам часто приводят в пример сегодняшний коржу? Почему больше успешно? И Корсев сказал абсолютно правильную мысль, потому что полякам потребовалось целое столетие для того, чтобы осмыслить свои ошибки в этих разделах, за которыми стояли в свою очередь разделы 18-го столетия, или практически полтора столетия оккупации со стороны России, Австралии и Германии. И вот сто лет 20-го века им понадобилось потратить на то, чтобы переосмыслить условия, в которых они оказались, и уйти от тех родовых травм, которые не довалили двигаться вперед. Ну, например, Ежи Гейтерс сделал просто огромную работу для того, чтобы переосмыслить взаимодействие Польши с Украиной. И поляки приняли для себя осознанное решение, что мы должны поставить крест на то, чтобы двигаться на востоке и конфликтовать с украинцами, если мы хотим выжить. Да? То есть, время дается не просто так. И нам это время давалось не просто так. И когда говорят о том, что вот мы неудачно использовали эти 24 года, конечно, мы могли его намного удачнее использовать, но, к сожалению, человеческое сознание, и особенно общественное сознание, оно слишком медлительно, и оно часто не успевает за процессами, и требуется время для того, чтобы осмыслить. И вот эти 24 года, они, в общем-то, сформировали социальную группу. Она достаточно узкая социального прослока. Она разнородная, внутри ее есть различные течения и так далее, которые, возможно, находятся в каких-то конфликтных ситуациях. Но, в целом, эта социальная группа, она достаточно широко мыслит, она проездила по миру, она достигла каких-то своих, реализовала сама себя, опираясь, прежде всего, на мозги и на собственные таланты. И, как следствие, эта группа из среднего класса, преимущественно, она начинает выдвигать свои претензии на власть. Потому что без вхождения во власти, без получения властного ресурса, в принципе, невозможно реализовать большие данные. Вот. Поэтому, вот эта пустая данная ситуация, в которой мы сегодня находимся, как ее охарактеризовал медленная Украинская революция в начале декабря 2013 года, она, в общем-то, является вторым этапом, в ходе которого, с одной стороны, мы видим попытку олигархов и старых правящих элитов сохранить, законсервировать существующие институты, в рамках которых они эффективны, потому что олигархи, на самом деле, очень эффективны в рамках существующей модели, которая работает на них. Если не смотреть на их деятельность интересами общества, а интересами конкретно их ФФГ, то они гиперэффективны, гипернациональны и очень хорошо работают. Но, поскольку общество и страна не может быть своими добрыми, рано или поздно эти ресурсы исчерпываются, что мы наблюдаем сегодня, то мы наблюдаем вот этот вот кризис, в ходе которого старая правящая рита пытается удержать власть тем или иным путем, потому что, скажем так, не имея властного ресурса, она не может эффективно управлять своими монополиями, поскольку будучи отрезанными от власти, монополия начинает разваливать. Это мы видим на примере того же Ахметова. Вот вчера была интересная новость, относительно того, что у Куба там убытки в более 500 миллионов гривен по результатам первых трех месяцев. То есть, когда олигархический король решается монополией, то становится голым. И все наши монополисты, они абсолютно неэффективны в условиях конкуренции. Ну, второй пример можно вспомнить Бакару Коломойского, зайти на рынок авиаперевозок в Европе, где он прохарил, поскольку там нет таких условий, которые он может создать, как он создал относительно МАУ, а относительно аэросмин. Поэтому олигархи нет плохих и хороших. Олигархи есть такие, какие они есть, и их либо можно приструнить, либо с помощью тех или иных инструментов, которые, ну, можно посмотреть на европейские страны, на штаты, на азиатские страны, объективно существуют и были реализованы и решили про то, олигарху. Либо олигархи будут уничтожены, либо уничтожены внешними игроками, поскольку они вот в рамках той модели старой уже не нужны, либо внутренним пунктом, который объективно нацеливает из-за того, что социум перенапряжен социальными экспериментами, которые проводятся за счет внизу. И у нас классическая революционная ситуация, когда львцы не хотят, выплескивают свою мягкую, но будучи на первом этапе медленной украинской революции организованные олигархами, то, что происходило на Майдане, и внешними игроками, они не могут до конца реализовать свой тариф. Поэтому на следующих этапах будет реализация этого интереса, идет кристаллизация новых политических структур, идет кристаллизация общественно-политических течений, общенационального, регионального масштаба, который в конечном итоге будет закончиться появлением антиполитических сил, которые будут возглавляться старой элитой, возможно, связкой с частью старой, которая есть в старой голове, которая понимает, что не выгодно переползти в следующий цикл, чем биться до конца, чтобы в конечном итоге не потерять сил. Как это мы видим на примере восточно-украинских алиграфов, у которых просто разваливается сейчас. Там модель успеха, которая, в общем-то, обеспечивала их позиции. И в этой ситуации объективно возникает вопрос, каким образом объединить эти ресурсы, на какой платформе и каких людей. И это ключевая повестка на 2015-2016 год. Потому что, особенно, она будет важна для Харькова и вообще для Востока, потому что именно здесь будет, в принципе, формироваться понимание того, какие пределы в новой модели будут Украина. То есть, Украина в рамках шести попластей это одна модель, Украина в рамках правого берега с кусками левого, это другая модель. Украина по линии Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Одесса, это абсолютно другая модель. Это самая устойчивая, самая перспективная модель с точки зрения возможностей быть большим игроком, как минимум региональным и осуществлять свою стратегию развития дорогосрочного. Как мне видится, повестка по Харькову выглядит достаточно, именно поэтому повестка по Харькову выглядит достаточно угрожающе, потому что очевидно, что россияне и бывшие регионалы делают ставку на реванш на местных выборах. Поэтому стала задача для того, чтобы взять под контроль горсоветы, облсоветы, с помощью которых можно будет дальше реализовать вот эту стратегию поздние планы. В частности, по Харькову, по всей видимости, это будет попытка завести Дурклина и решить задачу контроля облсовета. И потом, ну насколько я знаю, есть планы, там, по Украине только в составе Украины именно с этой формулировкой, для того, чтобы не перейти в норму Зайплана, которая, ситуацию выходит в плату турах, как это было на Донбассе. Вот. И, соответственно, ну, как мне кажется, в этих условиях переиграть эту повестку можно только путем мощной координации сил проукраинских, даже не про Майдана, а проукраинских. Потому что, я думаю, что и в Харькове мы видим ту же тенденцию, которая есть и в других городах на выступке в центре Украины, когда сегодня возникают альянсы из тех людей, которые играли за Майдан, и из тех людей, которые, возможно, даже были связаны со старой властью. Потому что, ну, логика толкает к тому, чтобы те ресурсы, которые есть на местах, использовать наиболее эффективным национальным способом. И поэтому, если... И с этой точки зрения, ключевая задача для Харькова и всего вот этого вот пояса на востоке и юге заключается в том, чтобы не допустить условий, когда возникнет... возникнет вот эта вот... реваншистская игра. То есть не дать 50 плюс 1 блокирующего пакета со стороны реваншистов. И тем самым повернуть ситуацию назад и дальше вот это разворачивать стратегию бочную воду, и когда в конечном итоге Украина превратится в такой разжиженный объект, даже это уже не субъект будет, где восток будет сам по себе, центр сам по себе, югность сам по себе, и все это будет удерживаться консенсусом внешних игроков относительно этой территории, до того момента, пока не вызовет новые условия, которые позволят либо осуществить передел этой территорией, либо ее перезапустить с помощью тех или иных игроков и т.д. и т.п. Спасибо. Давайте... Вопросы, прошу вас. Да, представьтесь или знания. Света Алексея, Германская карта. Исходя из наших тезисов, первый вопрос, наверное, будет таким. Как вы оцениваете такую тенденцию, что в Украине, если действительно внешняя политика будет строиться более, скажем так, эгоистично, придется конкурировать, допустим, с той же Беларусью, поскольку господин Лукашенко сейчас довольно-таки активно начинает вести, в сути по его политике, работа на то, чтобы стать такой вот легиональным поясом стабильности, сдерживающим Россию, и тем не менее общающимся с Европой, которая может вести коммуникационный диалог. Спасибо. Мы будем объективно конкурировать со всеми. И мы конкурируем, и с Польшей то же самое, и с Луны, и с Турцией, и с кем угодно. Но это и со штатами, и с какими-то соединениями, как это если должно звучать. Но, по большому счету, важной является дорогосрочная платформа для сотрудничества, которая позволяет в конечной натуре гармонизировать интересы. В этой точки зрения, что мы не делали Альянс Беларусь сегодня, он делает это в нашу пользу, потому что то, что он делает, это менять баланс силу Восточной Европы, а изменение баланса силу Восточной Европы и улучшение влияния России в Восточной Европе создают возможности для нас. И, по большому счету, Беларусь должна быть целью номер один для внешней политики Украины. Потому что, как только мы выходим в ситуацию стабилизации, то Альянс Беларусь обеспечивает нам абсолютно другие возможности, чем те, которые у нас есть сегодня. Потому что это другие возможности с точки зрения транзита, допустим, с Россией в Европу. Это другие возможности с точки зрения кооперации в рамках, как бы, разнородных кластеров, которые у нас есть и которые дополняют друг друга. И, соответственно, опять-таки, это открывает возможности для укрепления наших экономических позиций. Опять-таки, это укрепляет наши позиции в большей геополитической линии, когда, опять-таки, выходим как батька, начинают заигрывать со штатами, заигрывать с Европой. Потому что прекрасно понял, что российская сиська все более уменьшается. И уже того обилия приятных ресурсов, которые поставляла на протяжении 20 лет, не может поставлять. и поэтому Лукашенко ищет выходы. Вот и все. И самое главное, понимаете, наша самая главная проблема заключается не в том, что кто-то там конкурент, вам друг или враг. Самая главная наша проблема заключается в том, что мы не говорим на языке большую геостратегию ни с кем. Вот и все. Вы приезжаете в Штаты, заходите в посольство, там формально работает 50 человек, там пусто, и ты задаешь вопрос, а сколько украинских компаний постоянно представлено в Штатах? Вы знаете сколько? Две. Две компании. МАО и Бахматюк, который превратился в глобального аграрного оборона, и о котором говорят сегодня, как о самом главном украинском олигархе реальном, который до Абхимитова скоро пойдет. То есть, как можно устраивать какие-то эллибинские схемы, какой-то долгосрочный курс, если ты даже не представлен в стране, в которой есть огромные возможности. То же самое и по Беларуси. Мы еще в 2017 году начали прорабатывать тему коопераций с отношениями из Беларуси, забрасывать туда эти варианты. Они тогда очень осторожно к этому всему относились, поскольку они были вовлечены в более тесное отношение с Российской Федерацией. Но сегодня у нас возникает окно возможностей, которое мы давно реализовали. Спасибо. Еще вопрос? Пожалуйста. Если подробнее, второй вопрос. Уже касательно регионального кальковского уровня. Сейчас, собственно, идет разбирательство дела против Кернаса. Вообще, насколько возможно в нынешнем медианном правовом уровне нашего общества говорить о том, что возможно из той коротких срок, который остался от предполагаемых медских выборов, повлиять на расклад сил и на влияние нынешних политических классов, которые есть в городе? Я думаю, что мы находимся в такой уникальной стране, где возможно все. Поэтому я тоже думаю, что возможно все. То есть повлиять возможно. За полгода в нашей стране происходят чудеса. И вспомните Украину там, скажем, в ноября 2012 года и в Украину марта 2014 года. Это не просто другая атмосфера. Это кажется, жизнь целого поколения у тебя прошла перед названием. Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся в такой ситуации, когда мы живем в рамках трехмесячных отрезков. Когда за три месяца ситуация меняется просто принципиально. Ну, возможно, допустим, 23 декабря 2014 года, когда принимали бюджет. Коалиция приняла бюджет. Все окажется позиции Яценюка более-менее хороши. Сегодня позиция Яценюка реально слабая и идет борьба по Рашаду. Коалиция, собственно говоря, очень слабая и есть интимно существующий интерес для того, чтобы она развалилась. И ведет все экраны это. Но происходит шевчок, происходит, допустим, то же самое, что произошло с малайзийским Бойнгом. Кто мог предсказать, что произойдет вот такая ситуация, которая, возможно, является следствием внутрироссийских разборок между различными кланами, которые объективно существуют. И в результате произошла вот эта вот, как сказать, катастрофа. Но она, в принципе, изменила ситуацию. Она поставила бюджет в позицию, когда она просто уже не может защищать, играть в рамках вот этих вот восточной стратегии Германии, которая реализовывалась на протяжении новых и десяток, начало десятых годов. Вот. Поэтому мой ответ будет работать. Это возможно и все. Спасибо. Представитесь. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, вы говорите о значении Харькова, да, ну, это вот такой, в общем, чрезвычайный тезис, но уровень каким-то не реализуется на каком-то архитектарном уровне. Скажу, если брать на штабе Украины, то есть у нас как ни было, так и нет медийной активности, у нас как ни было, так и нет даже попыток предложить там какую-то внятную, на самом деле, реалистичную повестку дня, не в смысле, это бы Харькова в Украине, это все понятно. Вопрос, прошу вас. Это не во времена. Это непонимание каких-то, может быть, интересантов, что с этим делать, или это попытка договориться с местной элитой, какие-то могут быть, в принципе, перспективы. Спасибо. Ну, то есть, это, на самом деле, не совсем один вопрос. Ну, никто же не может за Харьков представить модель его положения внутри Украины лучше, чем это сам может сделать Харьков. Ну, то есть, вы же сами должны хорошо осознавать свой интерес. Поэтому, собственно говоря, Харьков до последнего времени рассматривался как донор относительно других групп влияния, прежде чем Донецкой и Днепропетровской. Ну, вот, и в этом, конечно же, его проблема, потому что есть основание потенциала Харькова начала 90-х, когда я учился здесь и жил, и сегодня, то очевидно, что Харьков оказался за рамками вот этой большевизии. Но при этом, как мне кажется, Харьков, на самом деле, способен предложить свою модель альтернативную, потому что в Харькове есть то, чего, допустим, нету Донецких или Днепропетровских. В Харькове не было таких ресурсов, которые были сконцентрированы там. Если брать Донецка, то это, прежде всего, Солибир. В Днепропетровске финансовых и таких больших свидетельств, типа металлургические заводы или жмашки и так далее. Но в Харькове очень высокий интеллектуальный ТФЦАО. То есть, мозги, в принципе, являются тем базисом, который можно оперировать, от которого отталкиваться можно. Второе. У Харькову была присуща определенная договороспособность внутри элит. И вот эта ситуация изменилась, когда пришел к власти. Собственно, он сумел создать такую монокольно-определенную власть, опираясь, опять-таки, на внешние ресурсы, опираясь на поддержку регионалов. И, как следствие, это привело Харьков в это достаточно унылое состояние с точки зрения интеллектуальных игр и с точки зрения тех схем, которые он мог бы реализовать во внутриукраинском поле. Но, как мне кажется, сейчас ситуация может измениться и Харьков и как он может реализовать модель, которая может быть интересна всей Украине и реализация которой может привести нас к успеху как страну. То есть, это, а, модель внутреннего консенсуса элит в условиях, когда, допустим, уникальность то же самое будет доходить на задний план, его кто-то запрыг, то ключевой вопрос, который будет на поиске дня, каким образом сохранить порядок, когда соблазны, которые будут возникать у тех или иных игроков взять как можно дольше, как это направлено для них, будут нивелированы вот этим вот элитным региональным сговором, который создаст правила игры, позволяющие начинать осторожно набирать вес. Я это вижу, кстати, это вполне достижимо. Я живу под Киевом, у нас рядом есть городок, в котором вот это произошло буквально в течение нескольких месяцев. Где пришел новый мир, он собрал всех отцов города, депутатов и так далее и сказал, ребята, значит я ничего не хочу, у меня большие планы, поэтому вы это когда имеете и имеете, я вообще на это не претяну. Меня интересует, чтобы вы там добавили вот на это каждый месяц, и в рамках другого концепсуса будет все добраться. И конкуренты этого мэра, они просто прозрели, потому что все договорились, основные игроки договорились с ним, и его сейчас невозможно сдвинуть. и он получил ресурсы от каждого по маленькому ресурсу, который сейчас вбрасывает, там облагораживание, в парках построил, дорогу строит и т.д. и т.п. И дальше он пойдет на киевский уровень, и возможно еще куда-то пошел. Вот, если это можно сделать на таком маленьком уровне, то почему это нельзя сделать на уровне города, в котором есть десятки грузов, в котором есть свои традиции, в том числе традиции столичные, потому что Харьков и Сина, это мифология, справедливая, не справедливая, первая столица, но она реально существует. И, в общем-то, тут, как говорится, вопрос рационального подхода, и вопрос понимания того, что все, вот та модель, которая была, она не эффективна. И если будет дальнейшая борьба, то Харьков, как следствие, будет дальше просаживаться, как следствие, будет усиливаться социальная напряженность, как следствие, русские будут на это вехать, как следствие, это приведет к социальному взрыву, как следствие, это приведет к потере управляемости, и к тому, что Харьков будет в потере на браках Украины. Кому это надо. Спасибо. Спасибо большое. Следующее. Так, в вашем сцене сегодня где? Да, в 6 часов. В 6 часов. Харьков Пелос, пожалуйста, переходите. Благодарю вас.